Когда ты один, даже самая простая задача может превратиться в неразрешимую проблему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстро, если ну вот так встаньте сюда, чтобы просто поехать могу. Машину потолкнуть, помогите, пожалуйста. Слушай, а вот ты на первую, ну на вторую, а тут заведешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается, чем нас больше, тем легче справляться с трудностями. Объединяясь, люди почти всегда начинают жить лучше. Вместе нам легче обороняться от набегов кочевников, строить дороги, водопроводные сети и электростанции. А главное, только объединившись, мы можем развиваться. Международная космическая станция, большой адронный коллайдер, крупные и сложные исследования уже давно невозможны без международного сотрудничества. Но не пора ли пойти еще дальше? Можем ли мы объединиться в группу из 7 миллиардов человек? Пора признать, существование отдельных стран сильно тормозит развитие науки и общества и требует колоссальных затрат. Общая протяженность государственных границ в мире – 400 тысяч километров. На охрану 60 тысяч километров российской границы в 2012 году выделено 800 миллионов рублей или 13 тысяч рублей на каждый километр. А на модернизацию охранных систем и пропускных пунктов границы в ближайшие 8 лет уйдет 134 миллиарда наших налогов. Но защищают ли границы в современном мире или наоборот – сами представляют собой опасность. Ради изменения этих линий на картах только в 20 веке погибли 100 миллионов человек. К тому же против современных ядерных боеголов безсильны даже системы ПРО, а уж погранзаставы тем более бесполезны. Границы препятствуют мировому разделению труда и губят экономику. Таможенные, пошлиные и бумажные волокита повышают цену на любой товар почти вдвое. Получение висы трудняет и туризм, и трудовую миграцию, и государства получают гораздо меньше прибыли, чем могли бы. А главное, в едином мире не нужно было бы налаживать все виды производства на одном маленьком клочке территории. И каждый регион сосредоточился бы на том, что у него получается лучше всего. Отдельные государства – это уродливое наследие того времени, когда мир еще был большим. Сегодня, благодаря воздушному транспорту и интернету, мир и так слишком мал, чтобы еще дробить его искусственно. Возможно ли мир без границ? И если да, то каким он будет? В конце передачи мы узнаем, как будет выглядеть мир без границ. А для начала давайте поймем, есть ли какая-нибудь польза от существующих границ, или только вред. Мои первые гости – известный путешественник Михаил Кожухов и политолог профессор МГИМО Валерий Соловей. Михаил, к вам первый вопрос. Вы объехали практически весь мир, посетили множество стран. А сколько у вас времени ушло на сам процесс пересечения границ? Да вы знаете, у меня такое впечатление, что граница, в том виде, в котором понимает это слово бывший житель Советского Союза, это абсолютный советский атовизм. И нигде в мире, насколько известно мне, нет героического пограничника Карацупы, который со своим верным псом бдит вот на этой контрольно-следовой полосе, оснащенной системами подрыва, а потом еще перекрытой колючей проволокой. Валерий, а вот видите, для путешественников границы – это совершенно советский атовизм, неуместная формальность. Как вы считаете, нужны границы или они им только мешают? Европа не вводит и отменяет визовый режим с Россией. А почему? По очень простой причине. Потому что у нас открыты границы с Югом. И они не хотят тех, кто наводняет Россию, иметь у себя. Очень простая причина. Как только мы закрываем свои границы на юге, мы в течение обозримого времени отменяем визовый режим с Европой. То есть наши границы, европейские страны для нас открыты. И в какой-то момент отменяемый контроль как таковой. Ну, я бы сказал, да, он будет носить сугубо символический характер. Валерий, с вашей точки зрения, есть какой-то священный смысл в границах? Скажем, 20 лет назад говорили о том, что прозрачность границ хороша для того, чтобы, или отсутствие границ, для того, чтобы обмениваться товарами, услугами и людьми. Сейчас говорят, товары и услуги это замечательно, но люди нам нужны не все. Но дело в том, что, как выяснилось, некоторые этнические расовые группы составляют очень серьезную проблему. Очень серьезную. Потому что они... Это же противоречит и свободе передвижения. И принцип вообще санктической свободы. Свобода передвижения это не священная корова. Я вам повторю слова из одного известного романа. Царство любви истины не настанет. Никогда. Михаил, а вот вы как считаете, есть выгода какая-то от таких ограничений для обычного человека, для общества? Нет, для обычного, для делицы человеческой выгоды нет, конечно, никакой. Но я, конечно, вынужден признать, что наш коллега, с его точки зрения, имеет право на существование. Но да, человечество будет пробиваться к идеалу постепенно, долго и трудно. Долго и трудно все-таки можно? Ну, в общем, мы исходим из того, что когда-нибудь наша планета будет населена благородными, счастливыми, добрыми. Но я, во всяком случае, схожу из этого. Это очень похоже на программу КПСС, мы-то с вами ее помним. Ну, понимаете, то, что... Ну, тем не менее, надо верить в справедливость и в какое-то поступательное развитие цивилизации. Смотреть на мир реалистичный. Вкалывать с 8 до 5 и ждать отпуска долгие месяцы или бросать все, становясь бездельником, гладранцем, дауншифтером. Оказывается, между этими крайностями есть золотая середина. Все больше людей работают и отдыхают одновременно. Принципиально новый образ жизни, при котором работают без отрыва от путешествия, называется тревелинг. В любой точке, где есть интернет, можно заниматься работой. Сейчас я покажу, как работаю со своими сотрудниками. Привет, Наташа. Классный у тебя холодильник. Я смотрю, у тебя пока мало магнитиков на нем. Есть кому их таскать, да, но надо пополнять. А еще лучше, если ты сама себе их будешь привозить. Услышать такие наставления от начальника хотят многие, но повезло именно Наталье. Она работает на Алекса Айвенга, первого человека в России, который решил всерьез заняться тревелингом. Путешествовать с комфортом, не иметь географических границ и при этом неплохо зарабатывать – это и есть тревелинг. Источник дохода Алекса – продажа интернет-тренингов. Заниматься этим можно из любой точки земного шара. Мне комфортно везде. То есть я считаю, что моя родина – это весь мир. Алекс передвигается по миру не автостопом, а на дорогих машинах и мотоциклах, живет в хороших отелях и ест в ресторанах любой ценовой категории. За последние два месяца Алекс посетил почти 40 стран и в каждой получил новые знания, которыми готов поделиться с людьми. У нас можно заработать миллионы, оставаясь тем же самым человеком. Постоянно меняться, постоянно расти, постоянно что-то новое узнавать. Приведать новые знания – это самое главное. Помогать Алексу доносить новые знания – основная задача Натальи. Сейчас она это делает из Москвы, но в любой момент Наталья может сменить жесткий стул на мягкий шезлон под пальмой, и бизнес от этого никак не пострадает. Когда мы все будем легко пересекать границы, не теряя при этом заработках? К нам присоединяется либеральный экономист Алексей Портанский. Добрый день. Алексей, скажите, пожалуйста, границы помогают или мешают, в том числе экономике? Вообще, если говорить о торговле, то торговле границы мешают. Но известно, что по мере развития, скажем так, мирового хозяйства, капиталистических отношений, образовывались, скажем так, интеграционные экономические группировки. И при их образовании, естественно, они ликвидировали границы внутри себя, но выстраивали, укрепляли внешние границы. Никогда ужесточение границ не приводило к расцвету. И наоборот, всегда либерализация границ и торговых взаимоотношений приводила к расцвету. На всяком случае, мне неизвестны другие примеры. Стремительный прыжок в будущее совершила Мексика после создания единого пространства торгово-экономического со Штатами. Абсолютно согласен с этой позицией. Добавлю еще известный феномен Юго-Восточной Азии, или Восточной, как ее принято в мире называть. Это вот конец 20-го, начало 21-го века. Это буквально исключительно быстрое экономическое развитие благодаря либерализации торговли. Очень во многом благодаря либерализации торговли. Ограничивая перемещение людей, мы ограничиваем культурную агрессию, культурную, может быть, атаку. Можно ли говорить о том, что ради этого границы стоит оставить, чтобы сохранить Францию, Германию и культурную свободность этих стран? Я точно знаю, что наличие или отсутствие границ к этому никакого не имеет отношения. Например, Северная Корея – самая закрытая страна мира. В ней не осталось ничего национального. Можно, ну, сколько угодно метать гром и молнии, кричать там о том, что Россия для одних или для других, что у нас одни или другие ценности. Но это неизбежно. Вот это взаимопровенкновение культур, религий, цветов кожи, волос, там и так далее. Если мы смотрим на человека, какой бы он ни был, раса и литническая группа, его индивидуальные особенности гораздо важнее, чем его цвет кожи. Это с вашей точки зрения. А человечество вообще – это абстракция. Человечества не существует как такового. Кажется, вот 7 миллиардов человек, которые есть, это человечество. Первые разграничения начались еще тогда, когда человек стал становиться человеком. Я думаю, что человечество, мне хочется верить, что человечество найдет способ как-то преодолеть вот эту болезнь роста и перестать реагировать, как истребитель на противоракетный комплекс по сигналу опознавания свой и чужой. Свобода передвижения людей, товаров и денег может быть и хороша в теории, но на деле оборачивается мучениями. Миллионов людей. Давайте посмотрим, кто и как страдает, когда границы, как у нас, полуоткрыты. Ну вы же на стройке работаете, вы сказали. А живете здесь почему-то в городке? Для этих рабов на галерах трудовой день на сегодня окончен. Очередной рейд федеральной миграционной службы закончится очередной высылкой иммигрантов. Очередная высылка нелегалов закончится их очередным возвращением в Россию, за которым опять последует высылка. Такая схема работает уже более 20 лет и сбоев не дает. Сейчас количество иммигрантов почитать невозможно. Вы продавали, ставили за прилавком, это уже нарушение закона. Иностранные графики не имеют права продавать. По оценкам ФМС, число нелегальных трудовых иммигрантов перевалилось за 4 миллиона, а по данным Всемирного банка их более 12. Если верить иностранным исследованиям, то наша страна занимает второе место после США по количеству гастарбайтеров. Из-за нелегалов бюджет страны теряет до 40 миллиардов рублей в год. ФМС знает, что делать и кто виноват. Ведомство неоднократно предлагало внести поправки в закон, согласно которым за нарушение миграционного законодательства повторный въезд в Россию был бы запрещен в течение 10 лет. Но, увы, власти ФМС не слышат, и круговорот гастарбайтеров в стране не останавливается ни на минуту. Так что же, можно выловить всех нелегалов, или это напрасный труд? К нам присоединяется начальник управления паспортной службы и регистрационного учета ФМС Михаил Утяцкий. Михаил, можно что-то с этим сделать? Здесь прозвучала цифра 4 миллиона нелегальных мигрантов. А кто их считал и как их можно посчитать? Какая цифра у вас в системе? Значит, я бы не называл сейчас конкретные цифры, я бы назову другие цифры. Допустим, мы можем считать, исходя из статистики, сколько привлечено к ответственности за нелегальное пребывание. Сколько? Порядка, если говорить, сколько выдвинуло, это 29 тысяч в прошлом году выдвинуло нелегальных иностранных граждан. Сколько же нелегальных так называемых мигрантов в России находится? 50 тысяч? Ну, я не называю, поскольку эта цифра оценочная. Может, Валерий скажет, Валерий, как вы считаете, какая цифра? Нелегальных мигрантов в России от 8 до 10 миллионов. Мы действительно на втором месте в мире после США. А лично вы считаете, нужно ужесточать или ослаблять барьеры на въезд в Россию? Должен быть механизм четкий и простой для законопослушных иностранных граждан, понятный механизм, просто въехать, просто получить документы разрешительные и просто работать. То есть облегчать? Да, облегчать. В отношении тех, кто не соблюдает этот механизм, должны быть санкции увеличены, в том числе и по закрытию въезда к нелегальным мигрантам. Михаил, как вы видите результат вашей работы нынешней через 10 лет? В 2022 году сколько будет человек приезжать в Россию? Кто здесь будет жить? Как будет обстоять дела? Как показывает статистика, у нас идет ежегодный прирост въезжающих иностранных граждан. Я думаю, что у нас будет возможность больше, с учетом электронных средств связи, возможности обслуживать иностранных граждан, больше обеспечить контроль за передвижением населения. Казалось бы, с открытием границ возможностей у людей становится больше. Но вот в Греции раньше все было, а как открыли границы, так это все быстро закончилось. Как мир безграничных возможностей загнал в угол конкретного грека, давайте посмотрим. Русской зимой Йоргуса не испугаешь. Благодаря Ольге акклиматизация в России прошла для него безболезненно. Они познакомились с летом 2010 года, когда Ольга решила провести паломничество по греческим храмам. Через 9 месяцев они зарегистрировали свой брак в Греции, а венчались уже в России. Вопрос, где жить, в постоянно бастующей, но солнечной Греции или относительно благополучной, но холодной Москве. В итоге выбор пал на первопрестольную, и тут начались проблемы. Очень большое движение, много народу, да. То есть можно стоять в пробке целый час на одном и том же месте. Для греческого темперамента это практически, он совершает подвиг, могу сказать. То есть и все время говорит, что русские люди – это просто образец терпения. Оказалось, что терпением запастись нужно основательно, и подвиги совершать постоянно. Борьба с препонами российской бюрократии – по-настоящему героическое поприще. Если Ольге вид на жительство в Греции дали через полтора месяца после заключения брака, то Йоргус уже полгода не может добиться разрешения на временное пребывание в России. Раз в три месяца он уезжает в Грецию, чтобы повторно оформить визу и вернуться к любимой. Что касается работы, это трудная тема. Кого ты согласен? По причине незнания языка. Йоргус окончил факультет гостиничного хозяйства в Греции. А еще он прекрасно готовит, и у него есть диплом шеф-повара. Но без знания языка и без разрешения на работу его кулинарные таланты может оценить только супруга. Тоска по родным добавляет в копилку проблем еще одну неразрешимую задачу. И сегодня молодожены не знают – возвращаться в Грецию, которая переживает не лучшие времена, или продолжить бороться с суровыми российскими реалиями. Главное, чтобы не было географических границ между ними, а все остальное они переживут. Михаил, вот какие проблемы на самом деле возникают у людей совершенно востребованных, квалифицированных? Вот с кем на самом деле борется ФМС? Первая проблема – незнание русского языка. Если человек может найти работу, зачем он обязан знать русский язык? Потому что, наверное, одна из защит коренного населения, так сказать, страны нашей. Вот, допустим, в Голландии сейчас обсуждают законопроект, согласно которому, да, надо знать нидерландский, надо, иначе будут штрафовать. В публичных местах все, кто приехал в страну, если они не туристы, а мигранты, они обязаны говорить на нидерландском языке. Через пять лет носимые устройства, то есть обычные телефоны, смогут переводить устную речь с любого языка на любой другой. Любая страна, да, она защищает три вещи всегда. Она защищает свою территорию, она защищает свое население, она защищает свой образ жизни. Ну, в этом смысле нам прекрасный пример дает Европа. Отсутствие границ – это способствует и экономическому прогрессу, и социальному, и, так сказать, культурному в том числе. Вот поэтому в этом плане, конечно, это хорошо, но распространить дальше вот такую вот модель представляется очень и очень сложным. На самом деле существует сложная стратификация, существуют границы, которые называют прозрачным потолком или прозрачной стеной. Ты видишь, что происходит рядом? Ну, попробуй-ка ты перейди в эту комнату, попробуй-ка ты поднимись наверх, ничего не получится. Мы увидим, что это такое, как было в США или в ЮАР. Постоянно. Вы знаете, да, мы увидим, мы увидим сегрегацию в прямом смысле слова. У меня нет в этом сомнений. То есть ситуация похожа в чем-то на Южноафриканскую республику. Совершенно. Вы очень употребили хорошие налоги. Именно так, скорее всего, и будет происходить. Хаотизация международных отношений. То есть как раз вот будущее. Хаос, да. Да, нас вполне ожидает такое. Совсем скоро мы покажем вам будущее. Когда и кто попытается ограничить наш доступ в интернет? На самом деле, с помощью интернета мы все уже живем в мире без границ. Не пора ли признать, что политическая карта – это анахронизм? И вот как на самом деле сейчас выглядит наша планета. Вот так информационное пространство перекраивает политическую карту. Не скованные никакими границами и не имеющие геополитических разногласий нити всемирной паутины свили свое мега-государство. По интернет-магистралям пакеты данных перемещаются без виз и загранпаспортов. Здесь нет таможней, КПП и шлагбаумов. Современные серверы, как мегаполисы, работают круглосуточно. Все пакеты данных равноправны и не имеют привилегий друг перед другом. Это не только карты интернета. Это наглядная карта идеальной межнациональной интеграции. Зеленым цветом обозначены запросы пользователей сети из Европы, Ближнего Востока и Африки, синим – из Северной Америки, желтым – из Латинской Америки. Все эти цвета пересекаются неоднократно и в конфликт друг с другом не вступают. На все попытки традиционных властей подчинить себя интернет успешно отвечает противодействием. В интернете уже победил интернационал. Возможно ли перенести эту модель в офлайн, в реальную жизнь? У нас в гостях известный российский программист и предприниматель Игорь Ашманов. Игорь, скажите, в интернет-пространстве существуют границы, аналогичные государственным? Ну, конечно. Какие? Вообще, то, что сейчас было сказано, это, на мой взгляд, все иллюзия. Про китайский фаервол вы, конечно, слышали, да? Это, скорее, исключение. Нет. Если вот, как здесь уже говорилось, если взять и посмотреть проценты, ну, условно говоря, случаев, когда трафик переходит настоящие национальные границы, они будут очень небольшими. И сейчас появилась такая вещь, как цифровой суверенитет. А какие страны обладают технологиями антивирусов, фаерволов, защитой цифровой? Несколько европейских стран, причем довольно странных, например, Румыния, там, Англия, там, Германия, мы, естественно, вот. В Китае есть свой антивирус, хотя почти все они являются, там, большая из них часть является антивирусом Касперского, с которого содрали интерфейс и привязали свой. А антивирус – это, ну, в общем, такое оружие, которое может быть более важное, так же, как шифрование, да? Шифрование – это оружие более важное, чем атомная бомба. Потому что если у вас нет шифрования или оно вскрыто, ваши атомные бомбы не взлетят. Хорошо. И как вы думаете, к чему вот это приведет через несколько десятков лет? Я вижу, что произойдет битва за суверенитет, да? И эта битва, конечно, будет происходить в виртуальном пространстве тоже. Были уже масштабные какие-то войны в этом плане? Вот когда Гугл выгоняли из Китая, ребята из Гугла, там, такие интеллектуальные, значит, аспиранты в прошлом, которые сделали Гугл, они говорили прямо там, Сергея и Ларе, что наша задача Гугла – это нести людям свободу, демократию. То есть они понимают свою роль в Китае вовсе не корректно. Как миссию. А как миссию. Поэтому их оттуда и выперли. Границы в интернете нам нужно усиливать, получается? Конечно. Если мы говорим о государстве, то государство должно иметь цифровой суверенитет, то есть контролировать эту энтропию в интернете, позволять входить к хорошему, не позволять входить к плохому и так далее. Это гомеостаз, это как ваша кожа. То есть вопрос же об этом уже поставлен на международном уровне, что интернет несет в себе громадную опасность. Что мы должны там эти границы возвести. Те же самые американцы, чтобы неплохо бы об этом поговорить. Это вызов сложившимся порядку. Вот интернет уже породил как минимум один реальный приграничный спор. Благодаря всемирной сети в Северной Атлантике возникло образование, которое настойчиво заявляет о себе, как о новом государстве. В мире слишком много бюрократии, у людей недостаточно воли, чтобы это переломить. И я сказал себе, пора что-то сделать, и сделал это. Административных и географических границ для Роя Бейса нет. Не нравятся законы? Установи свои. Не нравится страна? Создай новую. Под такими девизами на карте появилась новая страна – Силандия. В 1966 году Бейтс в компании единомышленников захватил заброшенную военную платформу недалеко от берегов Великобритании. На сегодняшний день в государстве, которое построил Роя, хочет жить около 40 тысяч человек. Нас не устраивали правила регулирования в Соединенном Королевстве. Силандия – очень благоприятная среда, очень либеральное государство, что гарантирует множество свобод. Такие рекламные слоганы звучат из уст наследного принца Михаила неспроста. Сейчас непризнанное княжество выставлено на продажу. Его оценочная стоимость – 500 миллионов долларов. Главный претендент на покупку интернет-ресурс – Pirate Bay. Этот сайт является крупнейшим хранилищем торрент-файлов. За счет своих пользователей руководство Pirate Bay хочет собрать необходимую для покупки сумму и после приобретения разместить на территории Силандии свои серверы, что позволит не нарушать авторские права, а установить свои законы, отменяющие авторство. Мы здесь не говорим о том, что нет никакого контроля выше над этим государством, но мы говорим о том, что очень большая свобода де-факто существует. Они свободны, потому что никому не нужны. Если бы там была нефть… Да и не в этом. Они же начали не с того, что они граждане мира, они начали с того, что у меня свои границы. В ближайшие несколько десятков лет появится гораздо больше вот таких независимых образований, независимых де-факто технологически, плавучих, летающих, подземных, может быть, в Антарктиде, в космосе. Любое такое государство обязательно должно прислониться к кому-то, попасть под чей-то зонтик. Не может быть свободной, независимой Нидерландии. А сколько будет точек, от которых суверенитет проистекает? Одна, две, пять? Ну, пока все клонится к тому, что должна быть одна. Стабильно это или нет? Конечно, нет. А сколько их будет после этого? Ну, пока, как вы видите, есть довольно много крепких орешков. Это Китай, например, да? Который очень тугую свой суверенитет понимает, в том числе и цифровой. Он единственный из всех, наверное, наиболее близок к цифровому суверенитету, кроме Америки. А сохранятся ли вот эти две? Еще Россия, еще сколько-то может быть, да? Европейский Союз, хотя его, конечно, уже так раскатали в довольно-таки плоский блин. Это будет мир хаоса, где будут зоны стабильности очень небольшие. И наползающие на них зоны нестабильности. И между этими зонами будет идти постоянная борьба. И это все произойдет на наших глазах и при нашей жизни. Игорь, как вы считаете? Либо довольно сильное, значит, мировое лобби, так сказать, сумеет навязать всем модель глобального мира. В этой ситуации мир как бы потеряет границы, потому что будет уничтожен суверенитет. Он будет уничтожен в одностороннем порядке. То есть на самом деле это будет суверенитет Америки и Запада, который просто как излучение проникает всюду. Второй вариант, что этого не получится сделать, потому что американцы надорвутся. И тогда, соответственно, будет несколько таких анклавов стабильности. Это не значит, что там будут непрозрачные границы. Это значит, что суверенитет это означает возможность принимать решения, ни с кем не советуюсь, и делать то, что хочешь. Это не обязательно быть непрозрачным, не обязательно опускать железный занавес, которого вы так боитесь. Итак, судя по итогам нашей дискуссии, границы в мире будущего, даже если не исчезнут совсем, будут выглядеть следующим образом. В ближайшие годы упрощение режима туристических поездок создаст лишь видимость отсутствия границ. Государства будут упорно защищать свои суверенитеты. Блокпосты и полосы отчуждения с колючью проволока исчезнут, а колоссальные деньги, которые уходили на их содержание, будут использоваться для электронного контроля за каждым мигрантом. Чем вы беднее, чем хуже у вас образование, тем сложнее вам будет переехать из одной страны в другую, и тем пристальнее будут за вами следить. Внутри традиционных государств будут появляться новые и часто невидимые глазу границы. Богатые, успешные и образованные отгородятся десятками высокотехнологичных барьеров от людей с низким социальным статусом. При въезде бедного и малообразованного человека на территорию университета камеры видеонаблюдения и системы интеллектуального контроля будут отслеживать каждое его движение. Если такой пришелец случайно разобьет чашку в кафе, доступ в престижные районы для него будет закрыт на месяцы. При этом студентам и преподавателям будет позволено разбить хоть пять чашек подряд. Но уже к 2035 году такие системы сегрегации начнут трещать по швам. Прежде всего потому, что интернет к этому времени окончательно выйдет из-под контроля традиционных государств, а затраты на миграционный контроль перестанут оккупаться. Люди поймут, что благосостояние обществ, где границ нет, растет гораздо быстрее. Именно по экономическим причинам в середине 21 века большинство стран сольется со своими соседями в крупные безвизовые пространства. Торговать и работать вместе будут уже не отдельные Марокко с Аргентиной, а Африка с Америкой. А рядовому землянину при переезде из Лос-Анджелеса в Кабул не придется больше добиваться нелепых разрешений у чиновников и предъявлять какие-либо документы. Это была программа «На будущее». Прогнозов много, но мы знаем, как будет. Продолжение следует...